Сегодня мы продолжаем череду роликов про стоимость ремонта, про чистовые материалы. Это будет, прежде всего, полезно клиентам, которые планируют сделать ремонт, причем ремонт уровня выше среднего. У нас перед нами парки, это натуральный дуб, причем цена не очень высокая, я так могу сказать. По сравнению с некоторым селектом, это массивная доска разного размера, то есть эта плашка была побольше, метра восемьдесят, мы от нее часто пилили, это пойдет как образец по цвету, чтобы подбор дверей делать в эту квартиру. Здесь у нас разные плашки, здесь площадь этой доски, здесь 30 квадратов, здесь взят небольшой запас на меньшую площадь, укладка у нас будет паркета по диагонали. Это у нас раз. Второе, значит, у нас компоненты, это двухкомпонентный клей, который позволяет ускорить монтаж или позволяет делать соединение, соответственно, более надежным. Он не на воде. Это у нас Perlplan 6, адвесив марк. Также у нас спаксы. Спаксы применяются для монтажа более широкой доски, которая, то есть у нас 12 сантиметров ширина ее, вот, они необходимы, чтобы там доску не вело. Вот, а теперь, соответственно, а, вот еще один компонент, это у нас грунтовка специальная, повышающая прочность основания и повышающая адгезию. Адгезия – это свойство прилипать, грубо говоря, то есть последующего материала к основанию. Вот, а теперь о стоимости. Значит так, вот этот, значит, комплект, который мы перечислим, это у нас обошелся, значит, 117 тысяч. Так, 117 тысяч, вот, то есть вот этот весь комплект. Плюс сюда были привезены еще одни материалы, то есть под паркет нужна фанера. Фанера здесь у нас не толстая, вот, в общем, в итоге, то есть на фанеру, на потом арголит и на подложку, чтобы смягчить, защитить от удара паркет, еще ушло 12 тысяч рублей. То есть итого 12 тысяч рублей плюс 117 тысяч рублей, итого 130 тысяч рублей. Вот, и вот вы теперь, то есть можете представить, да, то есть 30 квадратов клей, расход клея, этот же клей идет и под фанеру, и под паркет. То есть это у нас будет один плотный пирог. Все это 130 тысяч рублей. 2,5 килограмма, забыл сказать, на 2 слоя, 2,5 килограмма расхода, да, под фанеру и под паркет, еще раз повторю. Так вот, деньги, я так скажу, немалые. Вот, когда он дизайнер рисует красивые ремонты, делает там спецификацию, где указывает паркет, вот, будьте готовы к таким вот ценникам. Вот, причем, то есть это еще ценник, я так могу сказать, это еще ценник не очень высокий. У нас в другой квартире был орех отборный, она стоила 6 тысяч рублей квадратный метр. Вот, вы представляете, да, то есть 30 если квадратов, потомка ореха отборного, это уже будет у нас по 6 тысяч рублей, 6 тысяч рублей, 180 тысяч только за паркет, не считая клея. Сейчас у нас 130 вместе с фанерой, с расходными материалами, со спарксами. Вот так вот. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok